Следующая тема, которую мы рассмотрим, это силы различной природы. Начнем рассмотрение с сил упругости, задачи на пружины и их соединения. Классический закон Гука, f равно минус k дельта x, fx. Классический закон Гука, где k это коэффициент пропорциональности, и он обычно в простейших случаях пружин линейный. Если мы не заходим за определенные границы, когда пружина теряет свою упругость и начинает пластически деформироваться. В большинстве случаев этого закона достаточно для решения ряда задач. Соединение пружин таково. Если мы имеем две пружинки, и эти две пружинки смещаются так, их длина увеличивается таким образом, что длины остаются постоянными, то величины жесткостей k1 и k2 будут складываться. k равно k1 плюс k2. Жесткости будут суммироваться. Если две пружинки ориентированы последовательно одна за другой, то будут складываться обратные величины жесткостей. единицы на k будет единица на k1 плюс единица на k2. Это простейшие классические соединения двух пружин, которые рассматриваются в большинстве учебников в школах. Школьники, которые приходят на олимпиадную подготовку и которые решают олимпиады, должны знать, каким образом получаются эти выражения, само собой. Но должны четко осознавать, что этими двумя случаями не исчерпывается все многообразие соединения пружин. Давайте посмотрим. В этом случае сила, здесь f1, здесь f2, силы суммируются, а перемещения одинаковы. Соответственно, в первом случае f равно f1 плюс f2, дельта x равно дельта x1 равно дельта x2. Ну и если мы воспользуемся вот этим законом, распишем первое выражение, получим, что k дельта x равно k1 дельта x1 плюс k2 дельта x2. Дельта x при вращении x одинаковы, они сокращаются, и отсюда следует, что k равно k1 плюс k2. Первое очевидное соотношение. Во втором случае столь же просто можно показать, что обратные величины складываются. В этом варианте, если пружинки являются невесомыми, для невесомых пружинок, у нас сила, которая действует на любой участок пружины, ну хоть на этот, хоть на этот, есть величина одинаковая. И f равно f1 равно f2. А вот удлинение будет складываться, если первая пружинка получила какое-то удлинение дельта x1, вторая пружинка получила удлинение дельта x2, то удлинение, которое получила полная пружинка, оно равно сумме дельта x. Дельта x равно дельта x1 плюс дельта x2. Переворачиваем это в соотношение, используем дельта x, выраженное как f делить на k, и отсюда получаем, позвольте мне это не делать, это совершенно тривиальный факт, отсюда получаем вот это вот соотношение. Ну вот здесь заметьте, что когда я вырисовывал f равно минус k на дельта x, я писал здесь с учетом знака. Знак означает, что удлинение и сила, которая возникает, сила упругости, противоположны друг другу, направлены в противоположную сторону. Здесь просто поменяются все знаки, здесь будут просто знаки минус, и они будут давать такое же выражение. Ну вот теперь посмотрим, а что будет, если мы чуть-чуточку иначе расположим эти две пружинки. Ну пускай у нас будет задача такой. Такое следующее. Итак, имеются две пружинки с жёсткостью К1 и К2. С жёсткостью К1 и К2 действует сила F. Удлинение пружинок Δx1 здесь, Δx2 здесь. А вот суммарное удлинение будет полусумма Δx равна Δx1 плюс Δx2 пополам. В то же самое время сила F будет равна F1 плюс F2. Заметьте, что соотношения совершенно отличаются от тех соотношений, которые мы использовали при получении вот этих двух случаев. То есть вот этот вот случай, он принципиально не сводим ни к этому, ни к этому. Давайте посмотрим, к чему это приведёт. Нам нужно найти жёсткость эквивалентной системы. То есть К будет равно отношению F на Δx. или же F1 плюс F2 делить на Δx1 плюс Δx2 пополам. Двойку перенесём наверх. F1 и F2 для каждой из пружин могут быть выражены через соответствующий Δx. будет К1 Δx1 плюс К2 Δx2 делить на Δx1 плюс Δx2 и всё это умноженное на 2. Так, определёмся. Теперь нам осталось только получить ещё какое-то уравнение, которое бы связало нам Δx1, Δx2, или же связало бы нам силы. То есть нам для нахождения К пока что не хватает ещё одного условия, которое бы дало нам условие на связь. Чтобы его получить, давайте немножко усовершенствуем этот рисунок. Здесь Δx1, Δx2 это удлинение пружин. Соответственно, Δx, Δx это то, насколько у нас произошло смещение центра относительно исходного положения. Вот Δx. Ну и в данном случае у нас здесь имеется блок, который свободно проворачивается при растяжении пружин. Поскольку блок свободно проворачивается, он передаёт усилие из одной пружины в другую. Вот здесь можно нарисовать F1, здесь можно нарисовать F1 и F2. И если блок крутится свободно, то величина F1 и величина F2 будут одинаковы. Давайте это используем. F1 равно F2. F будет равно 2F1. А условие F1 равно F2 даст нам K1 Δx1 равно K2 Δx2. K2 Δx2. Таким образом, мы получаем дополнительные условия на связь между Δx1 и Δx2. Ну, например, выразим Δx2 из этого выражения. Это K1 Δx1 делится на K2. И подставим в выражение для общей жесткости K. Тогда K равно 2. K1 Δx1 плюс K2 Δx2 дадут нам просто 2K1 Δx1. А в знаменателе у нас будет Δx1 плюс Δx2. Вот оно. K1 Δx1 делится на K2. Итак, жесткость эквивалентная нашей системы пружин K. определяется по вот такой вот замечательной формуле. Мы можем сравнить, сопоставить ее с жесткостью двух последовательных пружин. В случае жесткости двух последовательных пружин мы бы имели вот здесь, к этому случаю, K равно K1, K2 делится на K1 плюс K2. Как видите, в этом варианте жесткость оказалась в 4 раза выше, чем если бы мы соединили пружины последователя. КАНЕЦ 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 КАНАЛ Продолжение следует...